Всем привет, друзья! С вами Тимпоз. И мы продолжаем рубрику обзоров на моем канале. Но сегодня обзор будет несколько другой, нежели обычно. Это не первый взгляд на игру, а скорее ее повторная попытка прохождения. Сегодня я вам представляю шедевр игровой индустрии, игра Beholder, ее первая часть. Я в нее уже играл, поэтому ее нельзя назвать на моем канале первым взглядом, поскольку я уже знаком, в принципе, с геймплеем и частично знаком с сюжетной линией, потому что играл я в нее года, наверное, 4 назад, я точно не помню, не могу сказать, и прошел ее не до конца. То есть я дошел до определенного момента, мне не понравилась развилка сюжета, и я ее почему-то забросил, но на тот момент мне как бы не захотелось продолжать ее играть. Но тем не менее, я считаю эту игру шедевром и обязан вам ее продемонстрировать, если вы вдруг ее еще не видели, хотя она как бы не первой свежести, она очень интересная, она мне реально понравилась, тогда я с удовольствием пройду ее сейчас. Будет один обзор, получасовой, который вы смотрите сейчас, и если вы хотите, чтобы я сделал прохождение многосерийное на своем канале, прошел ее до конца, обязательно ставьте этому ролику лайк. В отличие от рубрики первого взгляда, здесь мы понижаем планку до 70 лайков. Друзья, наберем 70 лайков, и я сниму многосерийное прохождение на моем канале. 70 немного, большая часть игр, которые я снимал, они набрали так или иначе 50-60 лайков. То есть 70, в принципе, это нормальная цифра, чтобы ролик попал в рекомендуемые хоть кому-то в поиске, когда кто-то будет искать эту игру в поиске. Вот, поэтому 70 лайков, друзья, и я снимаю многосерийное прохождение. Итак, игра Beholder, первая ее часть, вторая тоже, кстати, достаточно прикольная, хуже, чем первая. Там есть несколько минусов, которые отсутствовали в первой части, но в второй части более такой, идет больший упор на сюжет именно мира, мира этой игры. А здесь локально история одного человека, одного персонажа в этом большом, странном, запутанном мире. Beholder, а ну давайте сейчас мы начнем играть, и нам, по ходу дела, будут объяснять, а по ходу дела разберемся. Так, выберите режим сложности, элита госаппарата. Вы окунетесь в оригинальную атмосферу игры, впереди нелегкий выбор и трудные задачи. Стажер, в государстве оттепель, ключевые статьи расходов снижены, а доход увеличен. Нет, ну давайте мы возьмем второй вариант, потому что как-то, ну, точнее, посложнее, потому что негоже будет нам. Так, какие-то звуки есть? Звуков никаких не слышу. Уважаемый Карл Штейн, рада сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса D, находящегося по адресу B6, Крушевице, одобрено. Это 6 или B? Это 6. Крушевице 6, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам в вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекция которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата. Министерство распределения. Нажмите на экран для продолжения, давайте. Уважаемый Карл Штейн, рады сообщить, что ваше назначение, на должность управляющего догодным домом класса D, находящегося по адресу 6 Крушевице, одобрено. И зачем я это читал? Замедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Ну, в общем, это мир тоталитарного режима. Мы жители тоталитарного государства, полная диктатура, цензура всего, что только можно. И мы в этом мире будем бюрократической пешкой. Должны выслеживать неугодные государства людей, сдавать их, ну и контролировать все процессы доходного дома, как он здесь называется. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата. Министерство распределения. В общем, друзья, можно назвать эту игру Россия на максималках, либо Северная Корея на минималках, наверное, нет. Такого маразма, конечно, нет ни в одной из стране мира, который продемонстрирован в данной игре. Здесь все очень, как-то правильно сказать, утрировано, гиперболизировано. Но, скажем так, сложно не уловить намеки, сатиру на наши реалии. Игра рассказывает нам о абсолютно цензурируемом обществе, где нет свободы воли, свободы слова. Каждый шаг отслеживается спецслужбами. И мы сейчас будем играть за пешку вот такой вот системы. И, грубо говоря, отлавливать неугодных государству людей. При этом мы должны балансировать между тем, чтобы выжить самому. Потому что, если мы будем не подчиняться госаппарату, соответственно, нас как бы попросят уйти. Ну, как бы вы видели, что было с нашим предшественником. Однако, жизнь полна неожиданностей, жизнь полна сложностей. И не всегда мы можем действовать по правилам. Иногда приходится выбирать, как поступить. Поступиться с совестью, пойти с ней как бы в противоречие, либо... Ну, в общем, давайте начинать. Это начальник, нажмите на него, чтобы начать диалог. Знак, восклицательный знак, сообщает, что персонаж готов дать вам задание. Окей. Вы должны быть... Вы должны быть Карл. Добрый день. От имени Министерства Порядка приветствую вас на новом месте работы. Что здесь происходит? Проводим мероприятие по обработке зданий от вредителей. Не обращайте внимания. Возмутиться, согласиться. Ну, как бы тут поначалу действия наши не будут иметь никакого значения. Думаю, ну, лучше нам лишний раз не возбухать. Не возбухать. Как скажете, ваш предшественник не справился с простейшей работой. А если человек, будучи на ответственной должности, не справляется с элементарным... С элементарным заданием, вывод может быть только один. Он сделал это умышленно, то есть стал вредителем. Теперь все, чем занимаются жильцы этого дома, ваша ответственность. И под словом «все» вы подразумеваете... Под словом «все» я подразумеваю абсолютно «все». Вы будете слить за каждым их шагом, фиксировать любую подозрительную деятельность, если, конечно, хотите зарекомендовать себя хорошим слушащим. А если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записывать и хобби, и увлечения, и просто разговоры. Как я буду это делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом помогут камеры наблюдения. Но давайте по порядку. Карл, у вас есть опыт управления... У вас есть опыт управления домом? Нужна ли вам моя помощь? Секундочку. Ну, вообще, я уже знаю игру. Ну, давайте показать обучение. Я помогу разобраться. Смотрите внимательно вокруг. Для начала, вот ваш рабочий журнал. Он всегда будет находиться справа. Потому что я играл давно, я могу что-то сейчас пропустить. Не хотелось бы. Полистайте вкладки, ознакомьтесь с ним. После продолжим разговор. Директивы правительства. Обязательно к исполнению. Это вот запреты. Досея на всех жильцов дома. Ответы на запросы и отправления. Счета для оплаты. Можно это закрыть? Ладно, хотел просто прочитать, что там за директивы вышло. Но директивы это указания и руководства. Допустим, что такие-то вещи сейчас цензурируются. И как бы, ну, являются нелегальными для хранения, допустим. Либо, ну, такие-то высказывания запрещены. Такие-то предметы хранить запрещено. Ну, и так далее. Вернемся и к наблюдению. Установите в доме камеры. Это существенно облегчит вам работу. Судя по документам, вашему предшественнику было выдано две камеры. Найдите их в вашем кабинете. Вон справа от жилой комнаты. Ты куда идешь? Вы можете обыскать предметы мебели. Для этого нажмите на рабочий стол и затем на значок лупы. Забираем две камеры. Я так понимаю, возвращаемся к товарищу. А, надо физически к нему подойти. Давайте. Отлично, вы нашли камеры. Их нужно установить в общей столовой. Следуйте за мной. Нажмите на сигнализацию и выберите камеру, которую хотите установить. Чтобы снять камеру, нажмите на корзину. Камеры существуют с разными углами обзора. Я не знаю, будет ли здесь это говориться. Чем выше уровень камеры, тем выше у нее угол обзора. Тем больше мы можем видеть. Когда отсутствует в комнате. А, надо убежать установить. Это камеры второго уровня. Что, в принципе, неплохо. Максимально, если не ошибаюсь, третьей. Но непонятно, чем больше камер, тем дороже камера стоит. Вижу, что пока вы неплохо справляетесь. Вот ваша первая награда. Получаем мы кэш. Не знаю, получили ли бы мы его, если бы не прошли обучение. Но давайте так. За деньги вы можете покупать необходимые предметы в магазине. За очки авторитета камеры для наблюдения за жильцами в доме. Очки авторитета – это ваша репутация. Их платят за выполненные задания. За выполнение заданий. Вы можете использовать их в личных целях. Например, для убеждения окружающих. К сожалению, меня ждут дела в министерстве. Однако, вы можете в любой момент позвонить мне со своего рабочего места по выделенному телефону, чтобы задать любой вопрос. И, кстати, я настоятельно не рекомендую вам, Карл, игнорировать звонки на этот телефон. Помните, что мы с вами в первую очередь служим нашему великому народу. И выполнение директив и указаний от министерства – это ваших хлеб, вода и воздух. Теперь перейдем к главному. В доме проживает несколько человек, которые находятся в зоне риска. Ваш предшественник не смог навести в доме порядок. Надеюсь, вы окажетесь благоразумнее. Как я могу это сделать? Во-первых, внимательно наблюдайте за жильцами. Как только соберете доказательства правонарушения, пишите рапорт. А об остальном позаботятся наши стражи правопорядка. И, скажу вам по секрету, наше великое государство может быть очень благодарным к тем, кто хорошо выполняет свою работу. А потом министерство может закрыть глаза на подлог улик или на шантаж, в случае, если это поможет вам достичь результата. Сделаю все возможное. Это не совсем то, что я сделаю все возможное. Мне не нравится ваше рвение. Не медлите со звонком в наше ведомство. Вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора. И последнее. Ключ, который я вам дал, подходит ко всем дверям в этом доме. Только убейтесь в том, чтобы жильцы вышли из квартиры, прежде чем в нее заходить. Многие наши граждане все еще пребывают в уверенности, что частная жизнь – это их личное дело. Пусть пока так и будет. Приступайте к работе. И товарищ уходит. А мы чего? А как мне камеру отдалить? Скажите, пожалуйста. Почему я не могу отдалить? Так, необходимо есть ли – позвоните в министерство. Я понял. Идемте звонить в министерство. Потом поболтаем с семьей. Или подождите, лучше сразу это сделать. Да, отец, поговорите о работе. Отец, мне не нравится твоя новая работа. Это твой начальник, гадкий тип. А есть нормальную еду и учиться в университете, тебе нравится? Носить одежду без дыр. Может, ты будешь нас задержать? Я больше не возить. Я постараюсь найти работу, я буду учиться и работать. Очень на это надеюсь. Я ненавижу шахты, отец. Лучше умереть, чем работать как раб. Я вот не знаю, нужно ли разговаривать с семьей вообще. И идет ли время. Нет, время, кстати, не идет. Если я разговариваю с семьей, то можно это делать без опасности. Поговорить про шахты. Не надумал пойти в шахтеры. Я ненавижу шахты, отец. Лучше умереть, чем работать как… Так это было. Спросить про новости. Учебу в университете. Я не пропустил ни одного занятия. Честно сказать, я не верил, что ты сможешь достать мне направление на учебу. Учи старательно, сын. Нам твой перевод в университет очень дорого стоил. Я не подведу, отец. Так, давай закончим разговор. Все-таки пойдем, потому что это надолго. Что мне нужно сделать? Мне нужно позвонить. Как мне позвонить? Нужно нажать на телефон. Логично. Ваш звонок принят. Так, здравствуйте, Карл. Вы знакомились с основными должностными инструкциями. Готов получить задание? Готов ли я? Ну, давай. Установите наблюдение за жильцом из квартиры номер 2. Там проживает Яков Манишек. Необходимые камеры вы сможете купить в государственном магазине. Соблюдайте осторожность. Заходите в квартиры к жильцам, когда их нет дома. Так, чтобы увеличить цену, прикоснитесь к экрану. Я понял. Это я знаю. А у нас есть 48 часов, чтобы выполнить необходимое задание. Нужно сделать. Провести обыск квартиры номер 2. Установить камеру наблюдения в квартире номер 2. И собрать информацию о Якове Манишеке. Мы получим за это кэш. За эти действия. Идем, поболтаем вначале. С нашими... Что, Карл? Поговорить о работе. Я очень испугалась, когда мимо провели этого человека в наручниках. Кто это был, Карл? Это был бывший управляющий. Он не справился с работой. Какой кошмар? С тобой могут подступить так же. Не переживай, милая. Я буду хорошим управляющим. Закончить разговор. Так, ладно. Тут сейчас нет необходимости с ними общаться. Мне необходимо в магазине купить камеры. Где у нас магазин? Нашел. Так, у нас получается 100 очков. То есть мы можем купить только 2 камеры. Что ж, так мы и поступим. Собрать информацию о Якове. Ну, начнем. Давайте мы, наверное... Я просто не знаю, в доме ли он сейчас. Давайте посмотрим, в доме ли он. Для этого мы подглядим в глазок. Ну, ты можешь убраться? Я же не вижу. Да вроде бы его нет. Черт. Телефон. Ну, как не вовремя-то, ну... Мы ж только что же общались. В смысле? Только что же телефон звонил. Не понял. Чего вы меня стебете, а? Ты можешь быстрее идти, пожалуйста. Так, ставим камеру. А, смотрите, телефон я понял. Главное, чтобы он не подходил. Где, 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 где еще? Не вижу. Одна камера всего. Так, нажмите, например, чтобы видеть описание. Играть в азартные игры. Это информация. Ну, это не запрещено, поэтому... Так, нет, ворвать мы не будем. Нам это как бы ни к чему. Давай искать дальше. Раз только одна камера нам доступна, надо было за сотку брать. Что-то я не посмотрел. Печально. Так. При должной сноровке, это разбитая бутылка превратится в опасное оружие. Что-то у нас может быть опасным. Это мы информацию собираем. В данном персонаже. Так, тут пусто. Выскавим шкафчик. Ой, он идет. Да беги! Беги! Ничего нет, все в порядке. Чего надо? Познакомиться. Ты кто такой? Разрешите представиться, я Карл, я новый управляющий этим домом. Я что, выиграл конкурс, кому есть дело до очередного тупого управляющего? Плевал я с высокой колокольни на тебя и твои дела. Ну и до свидания. За собой лучше смотри, как бы чего не вышло с твоей семейкой. Так, уважаемый. Не надо мне тут хамить. Директива. Запрещено производство агитационных плакатов. Запрещено укрывать преступников. Ну как бы это, в принципе, должно быть запрещено. 1984 год, кстати говоря, происходит. В этом году происходят события. Так, надо познакомиться с другими жильцами дома. Почему только одна камера? И когда кто-то будет делать что-то нехорошее, мы сможем это увидеть. Опа! Что это там вижу у него? А как нажать? Я же вижу наркотики. Шприц. Чего-чего? Позвоните министерство, отчитайтесь. Так рано еще, я мало информации собрал-то. Чего учитываться-то о нем? Марта Штейн. Поиграешь со мной? Не сейчас, Марта. Спросить про дом. Так, ну... Он ничего интересного не скажет. Идем, пообщаемся с жильцами. Может быть, стрелите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая. Разрешите представиться, я Карл Новый, управляющий этим домом. А я милая... Милый Роза Ранек. Приятно с тобой познакомиться. С моим вздорным супругом вы, наверное, наверняка знакомы. Нет, ничего нет. А еще у нас есть сын, очень на тебя похож, но он живет в столице. Так, спросить про мужа. А как бы поговорить о соседа? Про соседа. Спросить про сына. Он стал начальником, наш славный мальчик. Но я так давно его не видела. Так давно. Так, спросить про мужа. Марк работает в архиве всю свою жизнь. Эта работа... Ему по душе много бумаг, мало людей. А все отпуска он проводит с удочкой. Ага. Закончить разговор. Я понял. Клаус Шиммер. Познакомиться. Я Карл. Здравствуйте. Так, моим имя Клаус Шиммер. Вы будете управлять домом, который раньше принадлежал моей семье. Один управляющий уже превратил его в развалюху. Надеюсь, вы исправите это. Я постараюсь. Спросить про дом. Этот дом принадлежал вам? Да, все верно. Когда-то он принадлежал моей семье и хотел организовать в нем пансионат для одаренных детей. Но его передали в общежитие. Все не так страшно. Вы не видели жилые блоки уровня D. Вы правы. Наше положение не самое бедственное. Мы хотим... Мы хотя бы на свободе. На свободе можно играть в шахматы. Это дорого... Дорогого стоит. Это же, да. Программай. То есть, узнавая информацию о жильцах, мы получаем очки от репутации, или как они тут правильно называются. Марк Ранник любит рыбачить. Угу. Окей, окей. Позвоните в министерство. Вы думаете, я нам достаточно информации собрал о нем? Давай я с супругой поговорю. Нет, нет, не Марта. Меня не Марта интересует. Штейн. Что, Карл? Да? Ничего. О, кто-то новенький. Давай с ним поболтаем еще. Марк Ранник. Так, познакомиться. Разрешите представиться, я Карл. Марк Ранник, почетный работник городского архива. Вынужден жить в этом безобразном доме. Надеюсь, ты тут наведешь порядок. Приложу все усилия. Уж постарайтесь, это в твоих интересах. Спросить про жену. Роза работает в столовой. Сколько я помню, постоянно возится на кухне. Она так любит готовить, что сделала это своей профессией. Если бы капустой от нее не пахло. А еще бы капустой от нее не пахло, я понял. Вышел новое директиво правительства. Все яблоки подлежат немедленному уничтожению. Хранить и употреблять их запрещено. Любит готовить. Насколько я помню, в этой игре, вот можно писать о людях характеристику. Так, давайте с последним человеком и жильцом познакомимся. Мария Шиммер. Познакомиться. Да, мы тут совсем недавно. Будем рады познакомиться. Все? Какая-то необщительная мадам. Ладно, идемте, позвоним туда. Можно, друзья, насколько я помню, писать о людях, о которых мы узнаем информацию, составлять характеристику. А, для нас она еще недоступна, я понял. Ладно. Так. Справка, набрать номер, закончить разговор. Набрать номер, отчитаться с зданий министерства. Давайте. Поздравляем, вы успешно выполнили ваше первое задание. На ваш счет пришла премия в размере 500 долларов 50 очков авторитета. По полученной информации, Эков Манишек нарушает директивы правительства. Проследите за ним, используйте камеры видеонаблюдения. Когда жилец делает что-то запрещенное, в зоне действия камеры иконка действия становится цветной. Нажмите на иконку, чтобы собрать улику в досье. Приложите собранные улики к рапорту. Я вас понял. То есть, нужно всегда вот в таком формате наблюдать за домом, чтобы ничего не пропустить. Нужно собрать улики и написать рапорт на Якова. Запрещено производство наркотиков. Ну, это самое первое испытание наше. Поэтому оно будет несложное. Нужно просто дождаться, пока он будет производить наркотики. Это, в принципе, все. Очки авторитета можно использовать вот на покупке. В данном случае это что? Набор электрика, набор для починки бытовой техники 50 долларов. Набор столера, набор для починки мебели. Я не помню, когда это нам может пригодиться. Камера 350 долларов. 350 очков. 150-50. Лучше, конечно, более современные покупать. Ну, что поделаешь. Так, ну смотрите. В идеале нам нужно собирать информацию о всех людях. О, почтовый ящик. Там что-то есть. Ну, ты можешь быстрее бежать к нему. Так, сын главы профсоюза с шахтером был найден в беззадательном состоянии. Зломышленники накачали его наркотиками. И сейчас он находится в больнице на лечении. Угу, я понял. Окей. Так, ну смотрите. Насколько я помню, ребята уже зашли по своим квартирам. Да, спит. Сколько времени? А, я ж сам не сплю. И тут спит. Ты будешь производить наркотик, нет? С кем-то ругается по телефону. Давай, давай, давай. Опа. Попался. Составить рапорт. А можно еще шантажировать, если нам деньги нужны. Так, отметьте нужную улику и нажмите на кнопку «Отправить». После отправления рапорта улика будет истрачена. Отправить? Стоп. А... А, эта функция недоступная. Просто бы характеристику вначале хотел бы составить о нем, чтобы деньжат чутка склотить. Ладно. Нет, так нет. А ну, может, успеем? Вряд ли. Шантажное письмо ему хотел отправить. Хотя мы не успеем сделать. Надо было начать шантажное письмо сделать. А кто-то у нас идет. Натан Кехлер. А, этот, по-моему, продавец. Мое почтение. Торговать. Да, у него можно втридорога купить любые, в принципе, предметы и что угодно можно у него... Можно ему продать. Тем временем товарища торгующего создающего наркотики избивают и арестовывают. Ну, ибо нефиг. В данном случае, как бы, с совестью проблем мы не испытываем, поскольку чувак, как бы, вел себя не совсем этично, хамил, угрожал семье, ну, и кому же производил наркотики. А дальше нас ждут уже более сложные выборы с людьми, которые возможно, и не заслуживают того наказания, которое от нас требуется, чтобы мы им сделали. Так, ну, сейчас, я думаю, имеет смысл установить камеры в других помещениях. Нет, спасибо. Запишено украине книги. Жилец проигнорировал шантажное письмо. Рапорт принят. Награда 250 долларов. Окей. Нужно ли нам звонить куда-то? Отремонтируйте квартиру номер 2, заселите квартиру номер 2. Я вас понял. Ремонт. Ремонт выполнен. Теперь нужно заселить квартиру номер 2. Так, заселить. Алозий Шпак. Джонс Папанедо. Боцман на угольной барже. Возраст 40. Ну, давайте Алозия. Задать ему квартиру. Получаем из этого кэш. Теперь меня что интересует? Позвонить в министерство. Так, начали письмо. Давайте прочтем. Потом позвоним в министерство. Отмечает нарастающие увеличения философской литературы. Так, к чему эти новости? Это я уже получил в директиве. Данную информацию. Так, сейчас должен Алозий Шпак нам подойти. Так, так оно и есть. Давайте с ним познакомимся. Ему сейчас не до этого. Ладно. Беги. Беги. Набрать номер в министерство. Поздравляем, вы успешно выполнили это сложное задание. На ваш счет пришла премия в размере 1000 долларов и 250 очков авторитета. Напоминаем, что если вы не ответите на телефонный звонок из министерства, вам будет выписан штраф. Вы обязаны всегда находиться в доме и брать трубку. Даже если вы при смерти. Вам все понятно? Да. Итак, вы избавились от нарушителя. Теперь вам нужно попросить жильцов дома о гражданине Шиммере. Нужно установить, как к нему относятся окружающие. После вопроса напишите на него характеристику. Приступайте к выполнению. Я вас понял. Нужно узнать, как относятся к Шиммеру. Появились дополнительные задания. Доверие и забота. В последнее время я уделял семье маловремени. Надо поговорить с родными и узнать, что их тревожит. Уделено 48 часов. Друзья, ну смотрите, тут есть некоторые элементы скрипта. Поэтому я просто знаю, что будет происходить. В семье начнутся проблемы разного рода. Нужно будет там... На них будут нужны деньги. И я просто не знаю. По идее, если я немножечко это дело отсрочу и поговорю с ними, допустим, через сутки. Тут же есть как бы лимит 48 часов. Как минимум часов в 40 я могу подождать. И у меня как бы на 40 часов будет больше, чтобы остальные задания выполнить, получить деньги. Поэтому пока что мы это чуть-чуть проигнорим. Какое у нас второе задание? Поговорить с женой Клауса Шиммера. Поговорить с Марком Ранником. Поговорить с Розой Ранник. Награда 500 долларов. То есть нам предлагают сейчас пообщаться с другими жильцами, чтобы составить рапорт. Нет, это не рапорт. Это просто отчет. Это просто отчет. Давайте с нашей женой бытовые проблемы. Чуть позже пообщаемся, окей. Это терпит, я знаю. Алодий. Давайте с Алодием познакомимся. Я заглянул познакомиться. Карл управляющий этим домом. Какая честь. Я Алодий Шпак. Доктор. Вы наверняка про меня слышали. Я не могли не слышать. Весь город гудел. Да-да, конечно, я слышал. Не стоит меня хвалить. Я выполнял свой долг. Всего лишь долг. Замечательно. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Да что вы, какие у меня могут быть проблемы? Так, мелочи. У вас столько дел. Так, познакомиться. Узнать, как дела. Ох, не спрашивайте. Ношусь, как белка в колесе. От пациентов нет отбоя. Вы доктор? Самый настоящий, не сомневайтесь. Вылечу даже здорового. Я бы сказал, особенно здорового. Образование у вас есть. Обижаете. Я всю жизнь посвятил лечению людей. Ваши сомнения меня ранят в самое сердце. Извините, работа нервная. Голубчик, разве так можно? Вот вам проверенное средство для расслабления. Только соблюдайте меру. Оу. Благодарю. Тихо, Алло, здесь топай. Я еще не договорил. Ты куда ушел? Так, надо пообщаться с кем? Кто это? Кто это? Кто это? Почему не могу нажать на него? Нажмись. Гадство. Видимо, на остановке уже нельзя общаться с людьми. Так, Алозий. Спросить про Клауса Шиммера. Как я рад вас видеть. Как ваши дела? Как супруга, как дочка? Спасибо, все хорошо. Я хотел спросить про... Так радостно в наше время это большая редкость. Я уже успокаиваю себя. Говорю о Алозии. И пошел поговорить с вами о... Понятно. Бла-бла-бла. О вашем соседе. Но нет, сердце так болит. О Клаусе Шиммере из квартиры номер один. Голубчик, так я же совсем недавно сюда въехал. Я даже познакомиться не успел со всеми моими дорогими соседями. Уверен, они все отличные люди. И ваш... Тоже отличный человек. Вот если бы достопоченный гражданин Шлимбер поменьше курил... Опа, есть. Курение, знаете ли, вредит нашему организму. Окей, поговорили мы с ним. Я просто хочу выполнить вот это задание. Роза Раник. Давай поговорим про Клауса Шиммера. Достойный гражданин. Мог мне достать бутылку замечательного хереса. Разбирается в вине. Отлично, стоп. Это кто? Это наш сын. И нам нужно еще с кем-то поговорить, если я не ошибаюсь. С женой Клауса Шиммера и с Марком Раником. Ну, это уже мы сделаем, наверное, в следующей серии. Потому что один из них, как минимум, уехал. Ну, как-то так, друзья. Игра, на самом деле, очень интересная. И я ее с удовольствием продолжу проходить. Для этого, друзья, ставьте лайки этому ролику. Подписывайтесь на канал. Все полезные ссылочки будут в описании под этим видео. Ну, а если вы хотите мне предложить любую другую игру для прохождения, то в описании также будет ссылочка, перейдя по которой вы попадете в нашу группу ВКонтакте в обсуждение. И там можете предложить любую игру. И я ее с удовольствием пройду. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Тимпос. Всем пока и удачи.